Привет, народ! Глянем, что нового нам принесли разработчики. За эти две недели разработчики снова выпустили свой блог, и посмотрим на найденные мной файлы из 42-го билда. Так что сейчас по порядку все и рассмотрим. Блог разработчиков будет немного отличаться от стандартных. Человек, который за ними следил, сейчас отсутствует, и поэтому разработчики сделали его сами. Первые же строчки посвящаются тому, что Project Zomboid стал немного популярнее. Испанский стример начал его стримить. Что как раз и подняло популяцию в нашей игре. Мы можем даже заметить по этому скрину, что Project Zomboid теперь стоит наравне с Valorant, Minecraft, Warzone и даже Apex. Неплохо так поднялся. Разработчики собирались сегодня выпустить как раз таки билд 4173. Которые добавляют следующие функции. Добавляют возможность серверам включать такую функцию, отображение игроков на внутриигровой карте. Игроки могут видеть только своих друзей или же всех, а могут вообще никого не видеть, все в зависимости от настройки. Защита для мультиплеера. Защита от читов для мультиплеера. Например, теперь инвентарь персонажа будет синхронизироваться с сервером. Это все для избежания каких-либо манипуляций, связанных с инвентарем, будь то дюб или читы. И также будет синхронизация создания персонажа вместе с сервером, тоже во избежание каких-либо читерских манипуляций. Будут добавлены новые продукты и новые системы крафта для этих продуктов. В меню игры появится список модов. Если один из них выдает ошибку, он будет подсвечиваться красным. Множество исправления ошибок и улучшения игровой карты. Появятся новые инструменты администратора. И как все это выйдет полностью, мы это рассмотрим более подробно. Вернемся к разработчикам и выпуску этой сочной версии. Они ее опять откладывают, но почему же? Все потому, что из-за стримера появляется огромный наплыв покупателей. И они боятся, что эта версия станет немножко нестабильной, лаганой и отпугнет очень много игроков. А поскольку 71 версия довольно стабильная, она будет пока временно держаться, недельку-две. Переходим к адаптивной музыке. Уже некоторое время в игре существует адаптивная музыка, которая подстраивается под ситуацию. Пока все спокойно, и она спокойная. Начинается напряженный момент, допустим, перед вами появились зомби, и музыка начинает постепенно накаляться. Эта механика работает довольно интересно, но разработчики решили ее улучшить. Они реализуют новый этап этой музыки. Например, проснулись в раннем утром в своем домике в лесу. У вас играет спокойная музыка. Вышли во двор. Птички летают, солнышко светит день, только начинается и музыка стала чуть быстрее. Сели в машину и поехали в город за новыми припасами. Музыка опять чуть-чуть изменилась. Ворвались в тихий дом. Надейтесь, что вас не услышат зомби. Музыка стала чуть напряженнее. И вот нашли редкий предмет, за которым так долго гонялись, музыка снова изменилась. Если они сделают все грамотно, это будет просто замечательно. Потому что музыка является одной из основных механик погружения в игре. А вот теперь переходим к 42 билду. Пока рассмотрим то, что разработчики официально предоставляют. Как я рассказал в предыдущих роликах, разработчики хотят добавить новую систему жидкостей. Жидкости можно будет смешивать, и в разные сосуды можно будет наливать разную жидкость. И с этим нас ждет небольшое обновление. Что например в магазине бутылки пива 100% будут закрытыми. Но если бутылка пива заспавнится дома, она может быть уже наполовину пустой или же вообще имеет другую жидкость. И будет добавлена новая механика, прочитаю дословно, чтобы не было недопонимания. Также механика жидкости позволит создавать механизмы с несколькими тайлами, которые будут работать как отдельные объекты и будут позволять подключать разные тайлы для взаимодействия друг с другом. Есть такое предположение, что это будет что-то в виде насоса. Переходим к профессиям. На данный момент у разработчиков есть 10 постапокалиптических профессий. Естественно, вместе с ними придут не только новые перки, но и новые предметы, создания и объекты. Также профессии будут взаимосвязаны друг с другом. Например, один человек поймал оленя и снял с него шкуру. Другой растянул эту шкуру и привел на надлежащий вид, а третий уже сделал из нее броню. И посмотрите, как работает эта система. На данном шакальном изображении. Ну и скрины получше. Рассмотрим профессию каменщика. Переведем часть этой ветки. Все эти механики добавят возможность создавать практически все, что возможно. Это продлит жизнь не только одиночной игре, но и мультиплееру, потому что все сервера обычно умирают через неделю, ибо делать там больше нечего. И это будет позволять игрокам построить среди леса целый город. Но для тех, кто боится, что будет доступно все, разработчики спешат успокоить. Игроки смогут строить в пределах разумного. Каких-то компьютеров или ядерных реакторов игроки не смогут построить. Система строительства будет наравне со средневековьем. А, кстати о средневековье. Добавляется новая профессия лучник. Если дословно мастер лука. Вместе с этим мы наконец-то получим нормальное оружие дальнего боя, которое просто сделать, просто найти боеприпасы и оно не будет собирать целый город вокруг себя. И на этой же профессии видим, насколько она огромная и трудная. Что также есть пересечение с другими профессиями. Разработчики пытаются найти очень тонкий баланс между очень простой механикой крафта, что один человек сможет сделать все подряд буквально за неделю. И очень трудной, когда ни один игрок не сможет освоить все подряд. И вот надо найти ту грань, где не будет слишком просто и слишком тяжело. Но просто так в редакторе это не сделать. Поэтому все основные моменты будут редактироваться уже в самой игре. Дайте все профессии и механики выйдут на новую нестабильную версию. Когда игроки начнут присылать свои отзывы, тогда разработчики поймут, сделали им все хорошо или же плохо. И тут разработчики молодцы, поступают очень грамотно. Чтобы не тратить лишние силы на создание ветки, которая будет плохая как-то в балансе, они это дадут вначале пощупать игрокам, чтобы вынести последний вердикт. А теперь перейдем к кусочкам 42-го билда, которые я нашел в файлах игры. Естественно разработчики это нигде не афишировали. А вот теперь перейдем к некоторым вещам, которые уже есть в игре. Первое с чего мы начнем, это литература. Это журналы и книги. По кузнечному делу. Кстати журналы довольно лаганные, у них неправильно стоит центр. Журналов всего 4. Первый выпуск позволяет сделать вилку, ложку, кастрюлю, кастрюльку, жаровню, противень, ферму для выпечки и сковородку. Второй выпуск позволяет сделать нож для конвертов, гвозди, скрепки, ножницы, дверную ручку, дверную петлю, нож для масла, кузнечный молоток. Третий выпуск позволяет сделать кузнечные клещи, молоток, лист металла, держатель хирургической иглы, пинцет, хирургическую иглу, металлическую бочку, кухонный нож, пилу, охотничий нож, лопату и садовый совок. Четвертый выпуск, это уже веселее, позволяет сделать матрицы для патронов 9-го мм, 308-го, 23-го и картечи. Позволяет создавать патроны 9-го мм с картечью, 308-го и 23-го калибра, сделать лом, клюшку для гольфа, пожарный топор и кувалду. Перечитав все журналы, открываем меню создания, листаем в самый бок, у нас появляется кузнечное дело. Вот наша вилка, гвозди, петля, кастрюля, кастрюльки, все что угодно, все что мы изучили, оно все тут есть. Для создания нам нужен навык кузнечного дела и энвил, наковальня. И кстати, как разработчики обещали, нам будет требоваться материал и рукоять, например, чтобы сделать кувалду и, кстати, щипцы. К этому все попозже. Следующая у нас книги. Книги также можно читать. Но только вот ничего они не дают. Следующий у нас на очереди, это материалы. У нас есть железо, кремень и рукоять. Кремень и рукоять единственные материалы, которые обладают 3D модели. Железо еще его не имеет. Кстати, у железа есть остаток. Мне интересно, кувалда использует 55 единиц железа. Она будет использовать именно количество или же остаток, чуть больше половины. Кому интересно, могу покрутить 3D модель, чтобы вы их полностью посмотрели. Но, скорее всего, это будет видно только на компьютере. Идем дальше. Следующий у нас инструменты. Кстати, матрица для любых патронов была еще до этого, я ее находил. Но сейчас она начнет уже пользоваться популярностью. У нас появились кузнечные мехи, используются в печи для увеличения температуры. И щипцы, описания у которых нет. Вот так выглядит 3D модель щипцов. Где это все используется, мы уже видели. Переходим уже к тайлам. Вот собственные тайлы, пока у нас есть только печь и наковальня. Начнем пока с печей. У них есть разные виды. Первый вид, как я понял, такой самый дешманский. Второй уже чуть получше, третий это не пойми что. Возможно, она будет использоваться для создания угля, но угольные печи выглядят немножко по-другому. Рассмотрим этапы строительства печей на печи первого уровня. Мы видим, что есть просто небольшой фундамент, обложенные стеночки и уже печь с трубой. Она же и потухшая. И есть зажженная печь. Печь более высокого уровня тоже есть зажженная и погасшая. А вот наковальня это уже поинтересней. Скорее всего, маленькое наковальня это тоже наковальня первого уровня. Второе наковальня, скорее всего, наковальня уже повыше уровнем. Хотя кто знает. Потому что наковальня это монолитный кусок железа и вряд ли ее можно как-то улучшать. И в принципе по сливам 42 билда на этом все. Вот так я и стал небольшим датамайнером. Не забудь оценить мои старания. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова